здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала вот сегодня в один день я получила все свои посылочки все свои хотелочки и мечталочки и одна из которых посылка это от миланы из майкопа группа у нее в одноклассниках ссылку оставлю под видео у нее в группе как обычно давайте буду открывать и рассказывать есть такой розыгрыш по номеркам в общем значит оплачиваешь столько номерков сколько ты хочешь взять и в конце концов числа которые ты выбрала не могут выстрелить так сказать и выиграть вот я первый раз жизни ребят я вам клянусь выиграла что-то и это что-то было представлено на выбор там фаленопсису две котлеи но я увидела в альбоме котлейку которая ну как вы знаете у меня нет котлей и которая мне понравилась конец мне что-то понравилось она такая оранжевая фотографию постараюсь я вставить вот и я с ней в общем-то списалась игру милан вот из того что есть конечно все классное можно я там как-то доплачу или там в общем решить этот вопрос чтобы я за место того что представлялась на розыгрыш взяла именно вот эту вот оранжевую котлейку ну на самом деле я участвовал не думал что я выигрываю как наверное тысячи которые участвуют разных конкурсах в общем мы с ней договорились буквально там за несколько минут и мне должна прийти чудесно большая котлейка как раз для такого профана как я который у которого не было никогда котлеек так вот не милана что-то положила акварин это наверное удобрение у нее потому что в группе я видела такое удобрение продается вот и как раз там я и смогу почитать инструкцию спасибо большое милан если будешь смотреть это видео котлея шла 6 дней обычно доходит от нее из майкопа побыстрее но я так думаю что это из-за того что было отправлено как-то хотя наверное получается есть шесть дней в начале недели в общем шесть дней что долго в этот раз шла на самом деле посылка я надеюсь конечно что с ней все нормально было отправлено обычной почты россии я так рада девчата это настолько приятно даже вот уже не важно сколько поиграла когда-то что-то выигрываешь я сразу же кастах участвует другом розыгрыш на самом деле шанс огромный почему потому что номерков не так много то есть участвует не так много ты можешь взять там допустим 35 номерков розыгрыша там или 60 ты можешь купить там 5 номерков там 10 номерков то есть шанс твой увеличивается вот я участвую сейчас в розыгрыше опять там тут распис потом всякие там тоже красивые орхидейки каждый раз разные у нее и азиатские в наличии есть орхидейки и обычные то есть всякие я вам показываю я заказывал у нее орхидейки красные две маленьких в том числе бабочку сара бразер год вот малышня моя растет все нормально ну давайте посмотрим ну конечно цветочки уже она была цветущими милана фотографировала вернее не мне там на сайте была выставлена она была цветущая вот такое вот чудо кстати даже не придется фотографию вставлять так тут наверно вот этот держатель мешает есть тогда даже не придется фотография вставлять потому что в принципе в принципе понятно да что сейчас я вам покажу какой цветок как раз мне с редактором не мучиться потому что у меня очень-очень туго работать я иногда сижу видео который буквально 15 минуту редактирую честно целый день тоже я очень люблю вставлять фотографии видео как на зло потерял более такой получается интересная насыщенная понятно дело ой холодная она на улице конечно не май месяц не жара так давайте рассмотрим мою катю поближе познакомиться так сказать поближе с ней я перечитала массу информации пересмотрела массу видео посмотрите вот такой вот такие вот у нее оранжевые цветочки вот такое вот чудо чудное диво дивное очень красивый цвет конечно они подвяли ну потому что ребят ну прохладно я к этому нормально на самом деле отношусь я знаю некоторые начинают паниковать ну допустим даже мои покупатели там цветы завяли ну дорогу то переносят все по-разному цветы бывают цветы вот и я в том году отправляла до минус 10 кстати большинство вот цветов если ты отправляешь идет там несколько дней нормально приходит с цветочками но есть цветы которые мы даже из магазина приносим и как вы знаете они начинают вот буквально до машины до в пакете донесли тепло и они начинают отсушивать свои цветочки но это вот по сорту тоже это влияет видите румянцева моя фамилия вот такая вот чудесная котлея так однолистная я много вот как уже сказала перечитала информации пересмотрел на ю тубе много видео сделала свои выводы на самом деле больше конечно мне нравится что в книгах написано как на форумах люди пишут как бы у меня была одна котлея вот я для себя сама сделала выводы как за ней ухаживать как ее сажать хотела бы приобрести для нее горшочек другой и я обработаю до от клеща ее опрыску наверное сейчас я от клеща добавлю туда или циркон или и пин таша нас дороги потому что она такая холодненькая достаточно вот и буду ее пересаживать обязательно я сниму как именно я это делаю вот и хочу посадить ее в горшочек покажу вам сейчас какой вот такой вот горшочек это я купила для адениумов но хочу для нее купить такой же горшок только больше то есть вот посмотрите видите то есть в этот горшок и и в принципе тоже можно посадить но все-таки он для нее маловато есть такой же в точности горшок пошире вот как раз таки я съезжу в уби доеду вот такие в уби я брала и куплю для него горшочек чуть чуть пошире в общем вот такая вот красота я ссылочку обязательно группа милана оставлю под видео вот такие вот чудесные цветочки но я не знаю цвет даже красивее был чем на фотографиях мне вот даже больше вот честно в живую понравилось спасибо милан еще раз я даже вот не грамма не жалею что решилась так как сказать набралась смелости наглости спросить чтобы вот именно вот эту котлейку мне отправили вот ой смотрите там тоже ростик новый и три коня вот так вот смотрите она уже вот тут цвела цвела вот цветет то есть вот кустик для меня как раз таки потому что и у меня котлей как вы знаете вот опять повторюсь нет а вот этот кустик вот очень чудный и сейчас я себе беру только растение которые я прям очень очень хочу вот этот котлея очень-очень захотела я ее получила вот и вам советую сразу же определяться со своим выбором и брать только то что вам очень очень нравится тоже когда становится много цветов много растений в коллекции мы уже думаем вроде это не так уж и нужно вроде это не такое красивое поэтому советую брать вот такую вот красоту сразу цветы не крупные я люблю такие цветочки вообще и у фаленописов и у всех среднего размера были не гигантские не слишком прям слишком маленькие вот этот вообще ростик какой вот так что ребят я поделилась с вами своей первой так скажем списке обновочкой сегодня у меня будет очень очень продолжительный вечер буду показывать вам свои распаковки потом буду поливать что-то сажать что-то опрыскивать в общем красота конечно безумная безумная красота это все отопьется у нас слава богу она сухая газетка тоже чуть-чуть чуть-чуть капельку влажная но это просто конденсат от всего от корешочков вообще она хорошо просушена про сушное растение всегда и всем говорю это залог хорошего хорошей пересылки всем спасибо большое за просмотр с вами была на румянцева всем пока пока